У Бреста прошел суд по справе об погрузе забойства. Если за крутой норов не судить, то за наступство его проявления судить довольно часто. Как выяснить, что сварка помеж мужчиной и женщиной зашла занадто далеко? Если он лается, бьется, альбо берет в руки нож. На выездном посадении суда в политехническом колледже судили Брестского отеля. Сегодня рассматривается уголовное дело по обвинению молодого человека, 92-го года рождения, который обвиняется в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, фактически на почве ревности, решил высказать угрозы убийством в адрес своей возлюбленной, а также подкрепив данные угрозы демонстрацией холодного оружия, именно ножа. Ужни у них этого года после обеспленной спробы высветлить односины с Каханой, Владимир отправился до дому, как кажется сам остыть. Однако это у него не отрымалося. Проскольку годин он вернулся до места працы девочин, а на этот раз уже с кухонным ножом и погрозами забить. Спынили рауниются выпадковые святки. Угроза убийством, статья 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь, очень часто происходит именно на почве ревности, на почве этих межличностных отношений. Государством уделяется огромное влияние на решение данной проблемы, поскольку, если мы не остановим в настоящий момент молодого человека, то в будущем это может способствовать совершению всего стороны более тяжких преступлений. У якости покарания прокурор пропоновал два месяца аресту, вынесены при суд месяц. Потерпела, якая, до речи, помирилась с обвинуваченным, выказывался за больше мягкое покарание штраф. Судом Ленинского района в 2014-м уже было разгляджено шесть подобных криминальных справ. У двух випадках обвинувачивались женщины, у четырех – мужчины. До речи, за увесь 2013-й таких справ было только две. Подобные злочинства часто стараются в молодежном сироте. Тому выездное посадение в политехническом колледже сирот молодых людей не випадковое, а мое профилактичные меты. Мария Вячорка, Александр Севицкий, областные новины, Брест.